Вам, наверное, тоже приходилось удивляться тому, как нелогично, а может и несправедливо распределяется внимание аудитории. Иной много лет работает, чтобы его заслужить, и не всегда получает, а кому-то достаточно совершить какую-нибудь глупость, и будьте любезны, вы уже знаменитость. Мой коллега Игорь Тур собрал в одном сюжете тех людей, которые удивили нас на минувшей неделе. Это капец! Это просто капец! Больше полумиллиона просмотров всего за несколько суток. Девушка, проявляя чудеса акробатики, пытается выбраться из троллейбуса через небольшое окно. Получается не сразу. Когда цель, казалось бы, близка, в кадре появляется силуэт еще одного человека. Он хватает сумку, и девушка застревает в лучших традициях Винни-Пуха. Не захотела платить. Просили выйти. Она не ходила. Какую? 20 минут продержала. Решила уйти уже. Вчера с форточкой. Вообще трындец. В итоге сумкой пришлось пожертвовать. И Ксения, так зовут героиню ролика, благополучно выбралась. Интернет-знаменитость рассказывает, обычно пользуется центральным выходом. И злостным зайцем, который отказывается платить штраф, себя не считает. Да, у меня не было талона, и мне предложил контролер оплатить штраф. В тот момент у меня не было возможности оплатить штраф непосредственно на месте и в это время. Я предложила документ, подтверждающий личность, а именно паспорт, чтобы мне выписали, составили протокол. И впоследствии, они имеют это право сделать, впоследствии штраф приходит по почтовому адресу. И водитель, и контролеры вместе решили закрыть дверь и меня из троллейбуса не выпускать. 32-летняя фитнес-инструктор признается, такое с ней впервые. Выбраться через окно решила из принципа. Свой поступок ни героическим, ни комичным не считает. Да и вообще, то самое видео до встречи с телеканалом ОНТ даже не смотрела. Нет, я его еще не видела. Не видели? Нет, я не видела. Для меня это было дело в принципе, потому что я считаю, что ни при каких обстоятельствах никто, за исключением у полновоченных лиц, а это у нас представители Министерства внутренних дел, не имеет права лишать человека свободы, его право выбора и воли изъявления. В этой истории, рассказывает Ксения, самое грустное, что контролеры, которые набросились на безбилетницу, взрослые, сильные мужчины. Их версию выслушать не удалось. У сотрудников Минсктранса три выходных дня. Все комментарии сейчас к моему руководству. Все остальное, то после их разрешения, в тот день, когда я буду работать. Контролеры и правда могут удерживать нарушителей до прибытия милиции. Это право закреплено в должностной инструкции. Но каким способом, не прописано. И очень часто удерживаемый оказывает сопротивление, считая, что контролеры ограничивают его свободу. А контролеры уверяют, что им наносит телесное повреждение. Каждый из них написал заявление. В настоящее время все материалы проверки находятся у участкового инспектора милиции. Всем троим будет дан официальный ответ до 16 декабря 2015 года. История девушки из троллейбуса не единственная, взорвавшая на неделе байнет. Не меньший резонанс вызвал эксперимент 77-летней старушки. Все начиналось совершенно безобидно. Ничего не подозревающий социальный работник несет бабушке пенсию и становится жертвой неожиданного нападения прямо в подъезде одной из минских многоэтажек. Нападавшего удалось опознать по кроссовку, застрявшему в двери. Владелицей кроссовок оказалась 77-летняя старушка, которой и полагалась пенсия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как сама она пояснила, она является поклонником криминальных сериалов, что, собственно, и подтолкнуло ее на такие действия. Так в одном из них она увидела, как мужчина при помощи палки повалил, лишил сознания человека. Ну и бабушка решила попытать, сможет ли она сделать так же. Познакомиться лично с пожилой любительницей детективов не удалось. За немного зловещей дверью ее квартиры тишина. Но жильцы дома очень удивились, что криминальная бабушка – это их добропорядочная соседка с романтичным именем Муза. Я слышала эту новость, но я даже не знала, что это про Музу наш. У меня не было конфликтов с ними. Удалось ли социальному работнику все же вручить Музе ее пенсию – неизвестно. Сама женщина, ставшая жертвой нападения, эту историю будет вспоминать долго. Знаете, я ничего не буду говорить. Это все к моему директору. Отличился на уходящей неделе и столичный таксист. Двух клиентов, которые в дороге вели себя уж очень неадекватно, он отвез не по назначению. В карманах их одежды было обнаружено несколько бумажных свертков. Найденное вещество белого цвета является особо опасным психотропным веществом. После того, как таксист сдал участковому одурманенных наркотиками подростков, лозунг службы в пору дополнить – позвони, и мы подбросим в милицию. Но геройство водителя и попытка старушки стать ближе к криминалу все же уступают девушке из троллейбуса, видео которой растиражировали по всему миру. Причем среди тем для обсуждения на форумах на первых ролях не странный поступок, а отменная физическая форма героини. Но на эту тему Ксения говорить отказывается. Давайте мы сразу это прервем, потому что вообще эти реплики я комментировать не буду. В социальных сетях достаточно много комментариев. Честно говоря, когда я туда заходила, меня интересовали комментарии юристов, но я нашла только один, а остальное все меня не касается. Три истории уходящей недели пусть и повеселили белорусов, но будут иметь вполне прозаичное продолжение. Милиция разберется, виновные будут наказаны. И все же герои, пожалуй, достигли своей главной цели. Из нетривиальной ситуации был найден выход. Причем парадный.